Здарова! Сегодня мы продолжим турнир среди 28 группировок в Чернобыльской зоне, но уже множество отсеялось, а осталось всего-то 6 группировок, которые поделены на 3 команды. В прошлой битве сражались Свобода с Долгом против ученых и Охотников. К большому сожалению для фанатов Долгой Свободы, они проиграли и сегодня сразятся с Великими Ханами и Бандитами Охотники с учеными. Они показали слишком большой спаун, задавили врага количеством, и несмотря на то, что Долг и Свобода пробыли в турнире долгое время и размазали множество противников, они выбывают с турнира. В оригинале Охотники имеют дробовики, которые малоэффективны на дальних расстояниях. У них слабый экзоскелет, да и то это не экзоскелет, а экзоплащ. Ученые на легенде обладают зачастую снаряжением средних рангов, изредка конечно бывают и пулеметы, но это достаточно редкий случай. В общем это слабая команда, чего не скажешь про бандитов и Великих Ханов. Они в первом раунде размазали своего противника. У них такое снаряжение как пулеметы М60, миниганы, валы у бандитов, РПГ-7. Это все не оставляет противнику ни единого шанса. Проводим сегодняшнюю битву мы на локации Радар. Множество ребят голосовали под прошлым видео именно за эту локацию. Также был и Кордон, но Кордон это более коридорная локация и там вся битва проходит у одной точки, все начинается на мосту и все заканчивается. В общем давайте не будем тянуть кота за яйца, а подпишемся на канал, поставим лайк и напишем комментарий о том понравилась вам данная битва или нет, какую вы ставочку здесь делаете, кто победит, кто проиграет и какую локацию вы хотите увидеть в следующем раунде, то есть в финале. Там будет сражаться адская инквизиция с монолитом против победителя сегодняшней битвы. Также залетай в телеграм канал, чтобы не пропускать новости. Приятного просмотра. Локация называется Радар. Много зрителей уверенно хотели увидеть именно эту локацию еще под прошлыми битвами. Очень много было комментариев насчет радара. Кордон также присутствовал в больших количествах по желаниям. И агропромчик был тоже. Но агропром очень близко друг к другу находится, а на радаре хотя бы есть где разгуляться. Тут пока зайдешь на северную базу, пока к югу дойдешь, в лесочке погуляешь и вожигатель. Интересненько в общем. Вот эту базу мы отключим. Перрон будет недоступен для группировок. Для того, чтобы уравнить количество баз, одну из баз на вожигателе мы выключим. То есть займет эту точку апокалипсис. Таким образом он ничего не будет захватывать, а просто будет контролить точку и все. Проход к вожигателю и вожигатель мозгов. Точки, которые будут контролить бандосы. Секретный объект будет под контролем ученых. С юга будут двигаться охотники. Очень в тему их будет видно в лесу. Вот это они сегодня поохотятся. С успехом посмотрим или нет. Рекомендую людям, которые не смотрели предыдущие битвы, посмотреть и ознакомиться со всеми участниками. В первом раунде мы проводили изучение группировок. В начале, перед каждой битвой первого раунда мы ознакомились с участниками. Сейчас я не буду ничего рассказывать. Понятно, кто такие бандиты, великие ханы, ученые и охотники. Если не понятно, то добро пожаловать в плейлисты канала. Там также присутствует огромное количество прохождений, опов, проверок теорий, что будет если и первый сезон Короля Зоны. Перед началом этой битвы я хотел бы поблагодарить всех своих донатеров и спонсоров. Спасибо Руслану за уровень спонсорки Легенда. Спасибо Маргарите за спонсорку Мастера. Эннес, спасибо за Легенду. Палач, спасибо тебе большое за Ветерана. Также донатеры Месяца. Уберменш, спасибо бро. Драгонфайр, Лорд Валрой, Костя, Сергей, Тисак, Андрей, Тролль Вася, Кролик и Люха. Спасибо пацаны. Спасибо вам огромное за поддержку канала. А теперь настает момент, когда мы включаем войну и наблюдаем над Мессилом. Мессила сегодня будет очень интересное и непредсказуемое. Ученые и охотники Мэйби сегодня победят. Война группировок включена, отряды начинают спавниться. Охотники двигаются на вагончик. Территория, которая будет охранять их главную базу, разрушенный КПП. И в общем-то на этой локации следующая захваченная база одной из сторон станет ключевым моментом в данном ролике. Нет уже такого, что базы какие-то находятся в нейтральном расположении. Базы уже заняты. Точки ресурсов ничего не значат. Все, что здесь важно, это месиво между группировками. Кто кого убьет, в каких количествах и как быстро. Значит, ученые двигаются на вертолет в лесу. Это точка ресурсов. Охотники заняли вагончик. Нам просто остается ожидать следующего спавна. Того момента, когда группировки займут все для них важные территории, вплоть до базы противника, а дальше уже замес. Хотя, возможно, сейчас мы увидим нападение на одну из баз противника. Ученые уже имеют два в распоряжении отряда, которые двигаются на какую-то из точек. Один предшествует в сторону леса на вертолет, и другой имеет цель северной КПП. Они разбросаны почему-то. Как будто бы на кого-то сагрились. Может, это глюк. Итак, делаем ставки, дамы и господа. Будут ли сегодня ученые показывать свой дикий спаун? Охотники сидят у костра возле вагончика. Распивают напитки, играют на гитаре. И они пока никуда не спешат. А вот это их не смущает, я так понимаю. Стремно, но таковы реалии. Возможно, на эти пики скоро будут насажены головы бандитов и великих ханов. Ничего себе, охотники пошли на вертолет. Теперь эту точку контролят и те, и другие. И охотники и ученые параллельно на вертолет в лесу. И великие ханы и бандиты двигаются. Два отряда бандитов и один отряд великих ханов. А еще один отряд великих ханов на форпост идет. Форпост, находящийся вот здесь. А вся база уже захвачена. Возможно, сегодня будем немного путать великих ханов и ученых. На карте их отряды почти одинакового цвета. Как же выглядят эти бойцы? Это легенды, напомню. РПГ у великого хана. Или это бандит. Не понимаю, кто это. Ну, уже я вижу мертвого ученого. Заброс гранаты бандитской группировкой могло произойти, но он умирает. Раненый бандит. РПК у бандитов. Так, это РПГ. Еще один мертвый ученый там на фоне, возле остановки. И пока затихарились. Еще вижу двоих живых ученых. Не попали с РПГ. Все еще два живых. Еще один промах. РПГ летит мимо. М4 у ученого. Это не сказал бы, что это плохое оружие. Но РПГ показывается еще лучше. Один боец еще умер. Здесь у нас ФН. РПГ Х5 пытается убить ученого. И здесь три отряда вообще. Против одного. Против одного ученого. На подмогу еще идет парочка отрядов. Грубо говоря. На северный КПП, ну вот эту точку, ученые идут. И на вертолет в лесу. Это еще тот же не дошел, скорее всего. А тут уже огромная масса бандусов. Раз-два идет подкрепление. В отличие от двух отрядов. И тут уже четыре. Ученый осмелился пойти вперед. И заплатил за это решение в своей жизни. Проход очищен. Что дальше? Есть опасения. Ну, тут три отряда на вертолет также двигаются. Четыре отряда на вертолет даже. Пять отрядов на вертолет. Шесть отрядов на вертолет. Да. Шесть отрядов ведут захватывать один лес. Так, распорим. Пожалуй, будем распознавать НПС. Так, это бандиты. У кого был РПГ? Интересно знать. Че, ну че ты тут мелькиши? С валами это у нас бандиты также. Красиво, да? Офигеннейшая бронь. Здесь у нас М60. Великий хан. Ну да, они одинаково смотрятся. Великие ханы в бандитских экзоскелетах. А гранатометчика я не нахожу. Вот. Было интересно, кто именно с гранатометом, но пока че-то непонятно. Ученые еще один отряд присылает. Вырубает бандита. Бандита стреляет с РПГ в своего. Ну и я не думаю, что здесь ученые что-то достигнут. Слишком большая здесь массивочка. Массовочка. Со стороны западной группировки. Запад, восток. Я думаю, логично. Они прям-таки доминируют в этой части локации. Ща пощупаем. Щупают. Уже все без мазы. Ща пощупает, и жмура говорит. А вот и РПГ-ха. Обаньки. А тут ничего так раз. Че думал, не увижу тебя? Это великий хан, обладающий РПГ-хой. Охотники чувствуют себя максимально комфортно на этой локации. Они отхавали уже половину. Ученые же имеют в распоряжении одну базу. Восходят в атаку один отряд на блокпост. Не в атаку, а на захват. Это коридор, который будет успешно разнесен, скорее всего. Хотя вот эти вот бойцы идут в лес уже. Значит, проход будет освобожден. Ну и на базу-то идти опасно. Там масса точек. Очень сложно будет это выбивать без какого-то невменяемого спауна, как в прошлых битвах. Посмотрим, как сегодня будет все. На фоне идут уже ученые. Давайте же посмотрим, кто это. Кто эти бойцы. Три бойца и два из них экзоскелетчики. Но экзоскелетчики с L-85. Здесь у нас G-36. Он ранит бандита. Экзоскелетчик, кажется, тоже в кого-то попадает. Но бандиты все еще живы. До поры до времени. Минус один бандит. Минус ученые. Один ученый мертв. Второй тоже мертв. Крайне неэффективно. А третий где? Стойте. Тут третий был. Вот он. Что-то сложновато. Бандиты ушли в туман. Лови, скотина. Ученые пытаются расчистить проход к главной базе противника. Его убивают, к сожалению. Лесочек-то зачищается. Несмотря на доминирующее количество ученых в южной части локации, великие ханы-бандиты выбивают вертолет. Ученые пытаются отбить опять эту территорию. Но расстояния тут великоваты. С такого расстояния дробовиком лупить не самое умное решение. Тут же пулеметы, валы и РПГ. Интереснейшая локация. Челсейм где-то в камнях, там, пукает со своей пукалкой. А толку ноль. Там присутствует два охотника. Минус ученый. Да и второй тоже уже лежит. Я прям прибалдел с радара образца из The Last Fallout Оверху. Там локация максимально изменена. Тут покрученные деревья. Так, а куда они ушли, не понял. На вертолет они все-таки не пришли. Выбери и куда-то назад ушли, пацаны. Виной этому ученые. Я даже вижу мертвых бандитов. Да, такое бывает. Но ученые все-таки мрут как муки здесь. А здесь что? А мне показалось и сзади пули летели. Но нет. Все-таки бандиты вырубают ученого. Здесь очень сложно. Ждем, когда бандитские пойдут на укрепление с вышкой. Вообще, при желании, если бы они это все отправили на одну из баз, например, на секретный объект, то maybe выбери бы все нафиг. Но тут... Но тут уже появляется скопление ученых и охотников. Они миксуют свои силы. Так что, возможно, получится пробиться. Да, их тут немного. Но они есть. Оружие, которое стреляет дробью. Ну, а тут мрут опять ученые. Из секретного объекта идут ученые снова. Это что? Интереснейшее оружие у них в руках. Какой же тут сумасшедший поток. Охренеть. У меня есть большущие сомнения по поводу отражения этой толпы. Сейчас они тупят почему-то, стоят здесь все в куче. РПГ убивает своего бойца, как мы видели. Но что, если вот это реально отправить куда-то? Сейчас 5 отрядов занимает вертолет в лесу. И еще пара. Серьезно? 7 отрядов в сумме будет вертолет в лесу контролить. 8, 9, 9 отрядов. Северный КПП будет контролить сейчас парочка отрядов. Может больше. 10 отряд на вертолет в лесу пошел. Я не понимаю, что это, почему. Но даже, несмотря на такой нерациональный менеджмент отрядами, все равно есть масса свободных сквадов, которые двигаются не только на вертолет в лесу. Здесь у нас ученые все-таки не сдаются. Ничего себе, это что, не понял. А как сюда вообще охотники залезли? А это что? Такое чувство, как будто бы с вертолета в лесу пропали бандиты. Странная фигня. Там реально сейчас только великие ханы. А были ведь бандиты тоже. Они будто бы растворились. Да, такое бывает временами. Возможно, это из-за переполнения точки. Для того, чтобы не нагружать игру, когда на точке присутствует несколько отрядов, то лишние минусуются. Тут же есть лимиты всякие. Территорию, например, может контролить пара отрядов максимум. Точку ресурсов 3 вроде, да? Логово неизвестно, не помню. Лагерь, по-моему, наибольшее количество может в себе содержать. А если больше по лимиту, то они вроде пропадают. Такое замечал. Вот тут неплохо разбираются ученые. Идет заброс гранаты в сторону ученых. Тут и гранаты уже не надо. И так размелено. Вот здесь можно запросто сказать, что со стороны выжигателя идет больший спавн отрядов. И что это максимально несправедливо. Это нечестный турнир, нужна переигровка. Но количество баста равное. И тут уже никак какие претензии, в принципе, могут быть. Только претензии к игре. Что она спавнит именно в данный момент великих ханов в больших количествах. Но неизвестно, как было бы, если бы ученые там стояли. И опять же, из-за этого кто-то потребует переигровку. Но переигровки не будет. Тут все максимально здраво, трезво. Перепроверять это все не имеет смысла. Потому как турнир превратится в балаган. Да уже такое себе происходит, на самом деле. Много спорных моментов, из-за которых, в принципе, можно переигрывать. Но нужно ли вообще? Не нужно, конечно. Придется каждую переигрывать. В таком случае, опять же, до конца неизвестно, как это работает. А пока бандосы пробираются все дальше. Как ни пытайся их останавливать, они забрасывают гранаты. А вот, смотрите, какая кучка двигается. Что это может значить? Откуда они взялись? А это что? Давайте же убедимся в этом. Один отряд. Ну и тут парочка точно. Следом пока никого не видно вроде. Ну и следом вот кто-то топает. Неужели началось? Блин, только говорил об этом. А вот пять отрядов уже. Северный КПП, выжигатель мозгов, выжигатель мозгов. Хе-хе-хе. Прикольно. А я ведь уже сливать начал ученых. Но сейчас идет какой-то буст, будто бы. Что-то похоже на то, что было с отрядом Альфа. Очень красиво с РПГ-хами. И очень убийственно. Непонятно еще, как справятся эти ученые с толпой бандитов. Хоть тут и их пять складов было. И М60 ученого заспаунился, что ли. То ли здесь бандиты уже были мертвые, и они были залутаны. Хотя сомневаюсь, не, не видно. Ну вот это жестко, конечно. Это жестко. Как будто бы ускоренная вербовка у ученых. Так, давайте засечем два с чем-то. Две минуты до спауна. У ученых тут так же, не сказало бы, что мало, но это все больше отряды, которые стоят на точках и агрятся на врагах. Ну это жесть. Это реально жесть начинается. Каждые 10 минут игрового времени спаун. Это жестко. Я не замечал еще такого спауна. Максимум, что было, это раз в 15 минутах. Сейчас проследим за бандитами, как будет. А сейчас пока что идет битва за укрепление с вышкой. У бандитов только что было 11 минут игрового времени. 11 у великих ханов. Спаун жесткий с обоих сторон. Это необычные показатели. Обычно я видел по 15 минут, а тут 11. На тебе! На тебе, говорит, и ложится. Получи! Я умру, понял? Чтобы тебя совесть загрызла, и он умер от угрызения совести. Добили ученого, зараза, такие. Бандусы и в лесу уже здесь. Да, они везде. Следующая точка, которую они будут захватывать, это укрепление с вышкой. Двигаются они, конечно, уверенно. тут вообще миниган. Охренеть, да? Миниган. И опять же, это большой минус для ученых. Неизвестно, смогут ли они вытащить против миниганов. РПГ. Что, бля? Что, простите? Это что, весь сквад такой? Тут еще пара чуваков с миниганами ходит. Вот это жесть. Я слышал, точнее, не слышал, а видел даже, что у адской инквизиции и монолита также есть миниганы. Там и броня из фоллаута должна быть даже помощнее, чем бандитская. Эти ученые вообще никакого дискомфорта не доставляют. Эти ученые с охотниками их размалывают нефиг делать. Тут просто повезло. Убери одного бандита. Можем даже вот так вот сделать, походить, поиграться. А тут охотник с СВДхой. Чуваки пытаются прорываться понемногу. Один помирает. Сложновато получается, правда. И кажется, да, этот охотник откис. СВДха даже не помогла особо. Ну да, поток идет постоянный, но от бандитов также он не перестает двигаться. Охотники тут особо ничего не делают. Они не сильно помогают. Их снаряжение не позволяет убить хоть кого-то. Постоянно летящий РПГ это жесть. Ну да, тут они убили своего. Кстати, забавно получилось. РПГшник убил РПГшника. Да, получили по заслугам. А тут ученый поднял, че это? Миниган поднял. Сразу же откис. А откуда он его взял? Он пошел своровал миниган и вернулся обратно. Ведь тут я не вижу бандитов. Бандиты так далеко. А, вот есть бандит. один из немногих, кто так далеко дошел. Ну, вот еще есть. Они тут за стеной. Не, нифига, стойте, не за стеной. Вот здесь чел раненый лежал. Целая кучка уже. Итак, пока проход здесь более-менее пустой. За исключением некоторых бойцов бандитов. А ученые вновь выходят в количество четырех отрядов. Они понемногу копят, копят. Проход свободный, а тут больше чуваки пошли в лес. Разрушенный КПП их цель. База охотников. Они взяли сразу за охотников. Укрепление с вышкой цель вертолет в лесу. Вряд ли эта битва будет долго длиться. Но они до сих пор удерживают хотя бы укрепление с вышкой. Постоянный поток поддерживает укрепление с вышкой. Граната взорвалась среди бандитов только что. Такие взрывы могут помочь охотникам очень сильно. Это минус пара отрядов только что было. Не сильно это помогает этот лютый спаун охотников. Охотников ученых. Блин, ну тут все похоже. Укрепление с вышкой пало. Проходит не так уж много времени. Блин, дадут 4 сквады разбросано было за считанные секунды. Вот такое с ними творится здесь. Печалька. Да, как будто бы в одни ворота есть такое чувство. Недолго я за ученых радовался. Еще один отряд идет. Куда неважно он просто идет в выжигатель мозговик в цель. Пожараем удачи, да. Проход к выжигателю цель еще одного отряда. Ну мы прекрасно про выжигатель. Тут уже обстреливают с двух сторон. Оба на. Охотник пытался бросить гранату. Его партнер не бросил, а он то бросил, да. На себе почти под ноги. Ну хоть одного ранил бойца. Затормозил тем самым захват укрепления с вышкой. Прослеживается скопление охотников с юга. У них остается две точки. Надежда на охотников. Ученые пока все. Не стоит надеяться. Идут битва через забор. Охотники охраняют танк. Мэйби они его ремонтируют. Тут объективно видно, что великих ханов побольше будет. Может это правда из-за того, что бандиты более тусклые. Их не видно на карте. Но есть такое впечатление, будто бы ханы побольше давят. Охотника ведет все меньше и меньше. Да нет, скорость та же осталась. 11 минут. У охотника прослеживается гроза. Есть такая движуха, очень редко она бывает. Охотник забрасывает гранату. Не один даже несколько гранат бросается. Ничего себя. Но великий хан также бросает гранату. Сразу 4 бойца охотника умирают. убито было пару бандитов вроде бы. И все скопление рассеивается. Тут не сильно так много остается охотников. Всему виной граната сраная. Вновь забросы гранат, взрывы РПГ, вновь и вновь идут выстрелы. Ну и они достигают успеха. Лупят дальше. У охотников так, это экологи заняли опять вышку получается. Очень уверенно на укрепление с вышкой двигает и на секретный объект толпа великих ханов. Прослеживается поменьше уже отрядов, чем было раньше. Что бандитов, что экологов с охотниками послевали все, что могли. Давайте даже рейтинг посмотрим. Объективно рейтинг говорит обо всем. Членов клана ученых 22, охотники 26, у бандитских группировок 42 и 55. Перевернуть исход битвы практически невозможно в данный момент. Должно произойти что-то крайне необычное. Ханы не перестают идти, а эколог поднял миниган. Больше всего сейчас бойцов находится на проходе. Лес сейчас практически свободен. И у второго ученого также миниган. Прикольно на такое смотреть. Бандит взрывает РПГ и убивает сам себя кажется. Или нет? Нет, он жив. Тут три РПГшника стоит. Да. Тут все и так понятно. Против этих гранатометов сложновато жить. Даже если бы не было гранатометов с пулеметами, с миниганами М60, очень сложно тут проходить ученым. чудо, что экологи до сих пор идут и сдерживают нападение. Тут уже очевидно пора захватывать и секретный объект, а они все еще укрепления с вышкой не взяли. Затормаживается все. Сейчас 1847, неужели мы будем и ночью увидеть сражение? Хотя ночью хрен что увидишь? Ой, непонятно, непонятно. Будем ждать. Объективно тормозит битва, мэйбе за времени суток. С юга остается додавить еще три склада охотников. На подмогу еще идет. Нет, тут не три, тут четыре, пять в сумме. Пять отрядов против пары бандитских. Да, охотники все еще будут стоять. Охотники думаю даже проживут до утра. А вот что будет дальше? Вот сейчас двигается скопление большое. Прям нифига себе. Что это за бригада? Большим потоком идут они. Ночная охота что ли? Нихрена себе. Вроде немного, да? А на самом то деле их тут дохренища. Отправили поток да схватили укрепление с вышкой. Мэйбе вот это пойдет и на секретный объект сейчас. Есть такая цель. Тогда я не уверен насчет охотников. Если они объект захватят то пойдут естественно сразу же и на юг на разрушенный КПП. Ну вот так вот. Решение проблемы. Тут уже можно и на объект секретный идти. Вновь идет два отряда ученых. А бандиты тупят пока что. Минус один. Еще три бойца остается. минус все абсолютно да. Мне еще один остается. Ну и того убивает просто одной пулей. Подсыпает в этот котел с гранатометами и пулеметами ученые свои отряды. Секретный объект все еще варит. Варит да варит. Горшочек не вари. Уже понятно что вряд ли ты выиграешь. Горшочек дорогой. 11 минут игрового времени разрушенный КПП. И прослеживаем дальше. Что же будет дальше. 12 75 ученые. Где то 11 охотники. Это странная статистика. Почему не равное количество? Опять же непонятно. Ученые вновь пытаются пробиваться. Да неудачно. Ханы контролят точку. С юга парочка бандитов двигается на разрушенной КПП. Это подкрепление к уже имеющимся двум которые через забор мутятся против охотников. Непонятно почему ханы тупят стоят на месте. Но вот они срываются с места. Нападение пошло. На пути встречают их охотники но в тут же минуту даже секунду просто рассыпаются в прах весь скват. Опять не стоят тупят. Челы просто приходят в себя после всех убийств наверное. Итак что мы видим кажется великие ханы со временем и вовсе проникает в секретный объект. Идет месиво. Это было максимально тупо. Чел повесил гранату возле себя на сетку. Здорово получилось. Че не получилось захватить? Просто видел уже на базе у ученых массу великих ханов. Но нет. РПГшники великие ханы убивают себя с помощью РПГ. Сливаются как могут. Ничего дальше. Что простите тем временем охотников не остается бандиты убивают разрушенный КПП. Тут великие ханы все сдохли остаются только секретный объект с учеными. Хватит ли здесь два склада великих ханов? Стойте тут не два третьего он идет еще не четвертый нет их три отряда три отряда великих ханов против двух отрядов ученых что сильнее л85 или минигам вопрос риторический вообще если бы он сейчас решил сострелять он бы убил всех всех своих рядах делаем на него ставку он рано или поздно выстрелит и впереди его братья кстати было бы прикольно ну вот кто-то стрельнул великие ханы все сдохли один решился пойти прям внутрь идет заброс гранаты он выкашивает всю базу одной гранатой официально ребятки ученые и охотники просрали данную битву продолжает движение в турнире великие ханы и бандиты и следующее сражение уже будет происходить на территории ЧАЭС спасибо великим ханам и бандитам за экшен передоставленный сегодня спасибо и до скорой встречи что ли вообще можно устроить все таки голосование на финал смотрите есть не совсем равномерная локация ЧАЭС две базы внизу застава южная постройка и есть подстанция и проходная между которыми большое расстояние намного больше чем между южными двумя так вот или вот так вот но в таком случае когда верхняя пара будет далеко друг от друга множество будет недовольны так вот я предоставляю выбор или вот так вот не совсем честно в кавычках честно или же абсолютно честно но на всем надоевшие локации затон тут уже решать вам пишите свои мысли в комментарии вам спасибо за просмотр те кто новенький на канале подписывайся ставь лайк ваш комментарий лайк и подписка очень помогает развитию канала так что добро пожаловать ссылка на телеграм в описании этого видео подписавшись на телегу ты точно ничего не будешь пропускать и в следующем ролике мы узнаем кто сильнейшая пара великие ханы с бандитами или же адская инквизиция с монолитом ну что ж сталкирюги пока до скорой встречи через неделю финал короля зоны совсем близко поелиться до скорой встречи еще и до скорой встречи ты Продолжение следует...